С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Более 14 миллионов российских школьников сегодня отправились в школу. Из них примерно 1 миллион 600 тысяч первоклассники. Это на 150 тысяч больше, чем в прошлом учебном году. В Ненецком округе школьный порог. Впервые переступили 749 детей. Это на 69 детей больше, чем в прошлом году. Всего в школах региона, по предварительной информации, будут учиться 6200 учеников. Белая рубашка, красная бабочка, классический костюм. Роман Ким готовится вступить в ряды первоклассников. В школьных сборах участвуют мама и старшая сестра. И если костюм надевали всей семьёй, портфель будущий первоклассник готовит сам. Ну, цифры я тоже могу хоть до миллиона досчитать. Ты уже до миллиона умеешь считать? Я, так сказать, угодно. А кто тебе научил шотов? Ну, просто в шесть лет научился. Рома прекрасно не только считает, но и читает. Именно поэтому сегодня на торжественной линейке ему доверили почётную миссию – чтение стихов. Это всё для жизни, для науки, для людей и для родной страны. Учимся мы все не ради скуки. Мы прославить Родину должны. Молодец. Мы тебе желаем удачи, да? И получать. Какие оценки планируешь получать? За пятёрки. За пятёрками идёшь? Ну, давай тогда. Счастливого пути тебе. За пятёрками первоклассник шагает в первую школу. Рядом – любимая мама. Очень волнительная. Я уже второго ребёнка отправляю в школу, но всё как в первый раз. Он же не очень понимает, куда идёт, зачем идёт, для чего идёт. Знает, что это праздник, поэтому с радостью и с большими надеждами. С радостью и большими надеждами в первые классы Ненецкого округа сегодня вступают 749 детей. Из них 75 – ученики пятой школы. В недалёком прошлом выпускники этой школы, а сегодня родители первоклассника, супруги Марковы привели в первый класс старшего сына. К учёбе маленький Юра готов. По крайней мере, мальчик знает, чем он будет заниматься в школе. «Учатся, работают в тетради, отвечают на вопросы. Читают». Сильнее детей сегодня волнуются их родители. Шутка ли – проводить вчерашнего дошкалёнка в первый класс. «Он очень хотел. Сразу в садике их приготовили, что уже школы, что уже большие, взрослые. Он очень хочет. Счастливый, радостный. Это, скорее, для нас, для родителей более такой волнительный момент. Сами эту школу закончили, теперь детей сюда ведём, к тем же учителям, у которых учились». Сегодня за начальное образование маленького Юры и ещё 23 детей будет отвечать их классная мама – Полина Вишнякова. Опыта у педагога не занимать. За плечами – 36 лет педагогического стажа. «Ну, всегда бывает трудно. Первый класс – это самое главное. И очень сложный. Поэтому будем стараться. Родителям, главное, терпение, забота и внимания к детям. Что я сделаю и постараюсь всё, что от меня зависит». Первый школьный звонок – самый характерный из всех звуков школы. Сегодня он символизирует для ребят начало нового этапа в жизни. Первый сентябрьский школьный звонок в пятой школе сегодня прозвучал и для Натальи Чаловой. По словам нового директора, нынешние первоклассники попали в хорошие руки надёжных и опытных учителей. «Очень волнительно. Детей много, 75. В этом году здесь в школе открылся третий, первый класс. Наполняемость 100%. Достаточно много детей. Они все большие, рослые, красивые, загорелые, отдохнувшие. И посмотрела, они с удовольствием пришли в школу». Напутствовал новое поколение школьников на торжественной линейке и глава региона. Игорь Кошин поздравил первоклашек с Днём Знаний. «Сегодня самый главный человек в днести в автономном округе в нашей стране – это первоклассник. И у вас сегодня начинается совершенно новая жизнь. Вы уже взрослый, вы уже школьник. У вас уже прошли первые уроки, и вы уже с полным чувством понимаете, что первоклассник – это новый труд, это новая ответственность, это помощь и поддержка друг друга, это новые эмоции, это счастье от общения, это новые друзья. И самое важное – это замечательные учителя, которые не только вас научат, не только вам дадут новые знания, а самое главное – подготовят вас уже к более серьезной жизни». В школе номер два для виновников торжества организовали настоящий праздник, в котором приняли участие сами первоклассники. В этом году школа богата на вновь испеченных учеников. Впервые сядут за парты 43 ребёнка, хотя в предыдущие годы количество учеников первых классов едва достигало 30 человек. По словам директора учреждения, это связано с хорошей демографической ситуацией, активным заселением микрорайона Лесозавод, а также квалифицированным педагогическим составом. Сегодня в школьном коллективе трудятся 27 педагогов. А вот среди жителей города бытует мнение, что школа номер два – это большая семья. «Может быть, школа небольшая, и в принципе мы всех друг друга в лицо знаем, и по фамилии, имя, отчеству знаем, мы с родителями общаемся более тесно, может быть так. И плюс посёлок небольшой, Лесозавода, новый посёлок, это все наши дети. Все здесь учились, много здесь работают выпускников второй школы». Слова на путствие первоклашкам сказали почётные гости. Не остались без внимания и выпускники. В завершающие учебные 34 недели им предстоит окончательно определиться с будущей профессией, экзаменами и учебным заведением, где они продолжат образование. «Я желаю вам, ребята и девчата, хорошо учиться, не лениться. Получать новые знания – это основа вашей будущей взрослой жизни. Именно вам принимать эстафету от родителей. Именно вам продолжать развивать наш любимый Ненецкий автономный округ и нашу огромную страну Россия». «В магазине «Папа снастей» покупают к чаю с властью. Шоколадный торт «Причудо» очень любит тётя Руда. «Три эклера, пять колец, завернула». Кто? «Права». «Права». «Молодцы». О многообразии профессий в современной школе рассказывают с первого урока. В форме загадок, игр и красочных учебников дети узнают о важных и востребованных профессиях. «Кем хочешь в будущем стать?» «Пожарником». «Почему?» «Пожарником ответственная работа, он тушит пожары». «Чему ты хочешь научиться в школе?» «Знания». «Учиться». «Быть хорошим учеником, посвящать пятёрки». О том, каким трудом даются в школе пятёрки, знает мама. У Вали есть старшая сестра-шестиклассница. Поэтому адаптация к школе и новый режим дня – пройденный этап для Елены Михайловны. «Ну, у нас мы, в принципе, уже всё у нас подготовлено дома. И старшая дочка помогает, и бабушка с дедушкой помогают. И мы уже настроены, чтобы с Валей заниматься, чтобы она получала новые знания. Дальше училась хорошо. Будем стараться, чтобы ей нравилось в этой школе учиться». Разбавлять учебные будни первоклашки будут на всевозможных кружках, спортивных секциях и участием в творческих коллективах, чтобы за 11 лет из маленького человека выросла многогранная личность.